Сайт gomelbs.com принадлежал Комитету госбезопасности по Гомельской области. Они им занимались и размещали все статьи, которые там есть на сайте. Кому конкретно чиновникам из КДБ належала идея створения сайта? Идея створения сайта принадлежала Титову Александру Николаевичу. Это было его детище. И он следил, чтобы всегда размещалась новая информация и сайт развивался. Какая была ваша мотивация? Чему вы это делали? Как вы сами себе отказываете на это питание? Сам себе отказываю. Когда я часто задумываюсь об этом вопросе, зачем мне это нужно было. И почему я делал записи, встреч, видеозаписи. И ввел аудио, к сожалению, много информации потерялось из-за того, что диск сломался. А для того, чтобы... Ну, первое, чтобы, конечно, потом со временем об этом рассказать. И чтобы все узнали, как работает КГБ, какими методами оно преследует свои цели. И, как бы, работа, конечно, современного белорусского КГБ, наверное, почти ничем не отличается от работы КГБ, который был при Советском Союзе. А кроме сайта, что потребовало от вас КГБ на протягу супрации, и особенно в последние годы? Ну, да, можно разделить супрацию на два этапа. Первый этап – это до сайта, и второй этап, когда начался после сайта, когда уже, я не знаю, можно сказать, с оппозицией больше была связана работа. Они от меня хотели в основном только одного – это сайт, работа сайта. И по мере моей возможности, чтобы я общался с оппозиционерами. Ну, в Гомеле меня оппозиционеры не знают, потому что я с ними почти не общался. Алия, вас хотели, как бы, так само и с журналистами незабежными потребливались посылки? Да, основная задача была идея, чтобы я как-то начал работать журналистом. Вот, и рассказывал, кто с журналистов работает, чем занимаются, какие статьи пишут, куда кто собирается ехать. Наверное, ну, такую общую информацию, которую они потом собирают, анализируют и принимают какие-то, наверное, решения. Спынить я решил уже давно, но как-то надо было это сделать так, чтобы об этом стало известно, о том, ну, как я уже говорил, об этом сайте, что этот сайт все-таки принадлежал КГБ. Вот, для этого мне надо было сделать так, чтобы заснять видео. Видео сотрудников КГБ, когда они рассказывают об этом сайте, когда они говорят мне, что мне надо делать, когда они мне передают деньги. Я понимал, что я не могу остаться в Белоруссии и рассказать про это, потому что слышал истории такие, когда человек пытался рассказать, его признают сумасшедшим, отправляют в психбольницу. Но со мной было бы то же самое, скорее всего, мне бы сказали, что я сошел с ума и отправили бы в психбольницу. Поэтому мне нужно было выехать, конечно, со всей семьей, в первую очередь в Польшу, чтобы избежать преследований. То бишь, стоит мне сейчас только вернуться, и, по идее, меня должна арестовать или посадить в психушку, или там еще что-нибудь со мной сделать. То, что в Польшу они заберутся, ну, я не думаю, что им это уже какой-то принесет пользы как-то сейчас со мной разбираться. Потому что, ну, не знаю, смысла нет никакого, наверное. Уже поздно что-то делать, да. Как бы люди все равно все знают. Ну, помстить, может быть, может быть.